Слухи или первый звоночек? Самое красивое шоу сезона. Проект «Бьюти-команда» запущен на каналах ЗАП-ТВ и ТНТ. Узнаем, почему его стоит посмотреть. Впрочем, на комментарии самой главы региона на эту или даже какую-то другую тему журналисты давно не рассчитывают. Наталья Жданова своим вниманием о Кул-Пиране жалует, хотя в марте 2016-го еще в должности в Рио губернатора уверяла в обратном. Установилась такая мысль, и она вот так постоянно культивируется и продолжается, повторяется о том, что Жданова не любит средства массовой информации. Этого не может быть по определению, начиная с того факта, что я просто-напросто происхожу из семьи, можно так сказать, писателя Булгакова, внучатом-племянником, которого является мой папа, из семьи военного корреспондента, которым был мой дедушка. Да, я, наверное, допустила когда-то неосторожное высказывание, признаю, в то высказывание, но потом уже, когда его интерпретировали и трактовали, вложили несколько другой смысл. Как тут не вспомнить предшественника нынешнего губернатора Константина Ильковского? Он как раз был всегда открыт для общения и запросто елку с журналистами мог нарядить, и с букетом цветов прийти в гости к целому медиахолдингу. Причем это вовсе не означало то, что об Ильковском писали только хорошее. Наша политика в отношении средств массовой информации заключается в следующем. Ну, пишите, что хотите, пишите, о ком хотите, о чем хотите, но и мы все-таки рассчитываем на то, что все равно есть какие-то внутренние ограничители. Во время июльского наводнения отношения с журналистами у Натальи Ждановой стали еще хуже, тогда она открыто заявляла, средства массовой информации топят ее как губернатора. И тут снова несостыковка, достаточно увидеть кадры с одного из недавних медиафорумов. Независимые СМИ вам зачем? По что? Алексей Алексеевич, очень кратко, а может быть не очень красивым словом отвечу, но мне кажется, емко и в самую точку, чтобы не зарывались. Кто? По власти мучей. Вы про себя? В том числе. Зарывались в хорошем смысле, были бдительными, чтобы не замылился глаз, чтобы не казалось, что все знаем, мы все делаем правильно, чтобы слышали самое главное своих земляков, своих сограждан, ради кого мы пришли в свое время на эту тяжелую, очень ответственную работу работать. Закрыта Наталья Жданова и для общения с простыми забайкальцами. Именно в этом политологи видят одну из причин ее непопулярности. Ну и естественно, понятно, что Наталья Жданова, она не публичный политик, и поэтому в этом и как бы ее проблема, как руководитель. Поэтому популярностью она в населении не пользуется. И, скажем, если такое решение будет принято, то сторонников у нее не будет. Команда эта досталась во многом с прошлых времен. Она и тогда достаточно пассивна была с точки зрения просто исполнительских каких-то функций. При этом инициативу она никогда никакую не проявляла. Если губернатор придет на прежнюю команду, то, разумеется, ни о каких изменениях речи не идет. Речь идет только лишь о преференциях для тех, чьи интересы он будет представлять. Поэтому для забайкальцев это как бы абсолютно ничего не даст. Издание «Коммерсант» сообщает, в качестве замены Натальи Ждановой рассматривается кандидатура зампредседателя Фонда социального страхования России уроженца Забайкаля Алексея Кошелева. Ранее он достаточно резко высказывался о политиках региона, позволял себе анекдоты и сравнивал краевых министров с мышами. Дарья Юринская, Анатолий Мешаков, ЗАПТ-ТВ. Отголоски июльского наводнения слышны и сегодня. Находятся люди, которые до сих пор звонят в редакцию телеканала с жалобами на бездействие краевых властей и призывами о помощи. Нестабильные выплаты компенсации, убитые ливнями дороги, перебои с подачей электричества. Об этом рассказали жители поселка Заречный. Мы позвонили в администрацию, когда второй повод начался, когда первый прошел, спала вода, второй повод начался подниматься. Мы позвонили, здесь стоял народ, человек, наверное, 20. Звоним, они все ждите, камазы едут. Все, камазы проехали вниз туда, мусор какой-то вывалили, все, и тишина. А дамбы как стояли, так стоят промытые. Под станция стоит у реки, она после ветра, ее постоянно отключают. И мы по несколько часов без света звоним, читая «Энерго», они объясняют, что у вас есть веерное отключение, и поэтому мы в целях безопасности, чтобы не было пожароопасности, может быть, и мы поэтому отключаем. То есть я правильно понимаю, каждый день по несколько часов у вас выключается? Ну не каждый день, а в неделю два раза бывает точно. Вот так, на деле, обычные бытовые проблемы, сегодня почему-то повод обратиться на телевидение. Но телеканал не диспетчерская и не справочная служба. Журналисты не могут починить дамбы и дороги, убрать весь мусор в городе и районах. Прежде чем обратиться в газету или телеканал, нужно самим оформить запросы и жалобы и отправить их адресату. Бездействие властей, как бы странно это ни звучало, иногда начинается от бездействия самого населения. Виктор Соловьев, Сергей Бумагин, ЗАПТВ Я считаю, что это праздник, это такой день, который еще отдается дань уважения тем делам, которые сделало старшее поколение, которое сегодня находится в звании ветеранов труда, в звании пенсионеров, которые находятся на заслуженном отдыхе. С этим согласен и неуловимый для прессы экс-мэр Читы и нынешний председатель городской думы Анатолий Михалев. Вы сделали все для того, чтобы наша страна выжила, выстроила в самой страшной войне. Вы сделали все для того, чтобы после войны были построены новые заводы, больницы, школы, детские сады. И за это, конечно, огромное спасибо и низкий поклон. В своем выступлении Анатолий Михалев отметил, государство еще многое обязано сделать для того, чтобы обеспечить пожилым людям беззаботную старость и достойную жизнь. Вторит Михалеву и министр здравоохранения Сергей Давыдов. Правда, он пошел дальше. Назвал конкретные программы, призванные помочь пенсионерам. Задача всего правительства, Российской Федерации, правительства Забайкальского края, чтобы ваша жизнь стала лучше. И у нас есть нас, проекты, которые сейчас рассчитаны на 6 лет, и выделена колоссальная сумма денег. И в одном из подпунктов проекта «Демография» есть старшее поколение, где будет последовательно делаться то, что нужно у пары. Поздравление Сергея Давыдова неожиданно перешло в прямой диалог. Пациенты наконец-то смогли задать самые важные для них вопросы, в надежде, что их услышат и им ответят. Команда госпиталя – это вообще идеальные люди. Я не знаю, у кого они работают. Спасибо им всем. Спасибо медикам от малого до великого. Спасибо работникам кухни. Они есть ничтожество продуктов. Мы видим, что нет наличия продуктов. Но они стараются сделать все, чтобы нам было хорошо. Низкий им поклон. Но им надо создать условия. Заплатите какие-то условия в банных комнатах. Нет ни помощи, ничего. Люди не могут встать. Просьба, конечно, найти какие-то деньги. Вот есть руководители, какие-то там надо с ними поезжать. И эти вопросы, конечно, надо решать. Я думаю, это общее для всех для нас. Я обещаю, что приглашу все усилия, чтобы сделать именно ремонт. Потому что мы знаем, как сделать. Мы знаем, что сделать. Мы обязательно вам поможем. Наталья Протаковская, Сергей Бумагин, ЗАП-ТВ. На прилавках забайкальских магазинов очень много товаров иностранного производства. Поэтому, когда на рынке появляются продукты и изделия родом из России, это всегда привлекает внимание. Любой клинок – это сталь. Прежде всего. Поэтому многие смотрят на вид ножа и думают, что это простенький, как обычно в магазинах продаются. К сожалению, очень много Китая и всего остального, что рынок напичкан всяким, как говорится, ширпотребом. У нас все от производителя. Сталь 40Х13, медицинская сталь холодного проката. Это единственный в стране завод, который выпускает ножи с такой стали. А такой можно продавать? Да, конечно. Каждый нож имеет сертификат, название клинка, размеры клинка. На ношение разрешения не надо. Можно перевозить его даже транспортными средствами. Они все идут с документами. Особое место занимают изделия из города Рассказово. Знаменитые пояса, носки, даже наколенники и собачьи шерсти. По признанию продавцов, они спасут вас от артрита и станут отличными напарниками на зимней рыбалке и охоте. Дальше по рядам торговых палаток нас ведет запах специй. Что значит ручной сбор зимы? Ручной сбор, то есть убирать его вручную. Он растет в горах и куда, как известно, на кабане машина не зайдет. Люди убирают это все вручную. То есть отправляют на завод, там это все обрабатывают, пропаривают, высушивают, чтобы они не потеряли свои свойства. И таким образом будут настоящие зимы. А как к нам эти специи доехали? К нам эти специи управлялись со самолетом. Все в термалопаковке, все обещанное. И перевозилось в течение суток. Клинки из стали завода труд, изделия из шерсти, сумки самых разных форм и размеров. Специи на любой вкус и огромный выбор чая. Все товары реализуются в рамках ярмарки, и их качество можно оценить на месте. Ценовая политика также приятна и притягательна, как душистая куркума. Вячеслав Бортнинский, Анатолий Мишаков, ЗАПТВ. Шесть часов пути на такси только ради того, чтобы быть услышанными. Когда из Сретенска докричаться до властей не получилось, эти неравнодушные женщины, не пожалев ни сил, ни времени, ни средств, решили – надо ехать. Ведь и на кону здоровье тысяч людей. Марина Агафонова о проблемах здравоохранения в Сретенском районе знает не понаслышке. Ведь они чуть не лишили ее самого дорогого – дочери. Боли были внизу с живота, в правом боку. То есть подозрения были либо на аппендицит, либо что-то было по гинекологии. К хирургу пошли, к гинекологу пошли. Хирург сразу по результатам анализов отмел диагноз аппендицита, сказал, что это у вас что-то по женской сфере. Выясняйтесь с гинекологом. Гинеколог, наоборот, настаивал на том, что у нас все-таки аппендицит. Дополнительно отправили к терапевту. Терапевт нам вообще поставил диагноз – хронический гастрит. Приборы УЗИ показали о том, что у нас присутствует киста правого яичника, довольно-таки крупных размеров. После УЗИ Марина с дочерью немедленно обратились к тому же гинекологу. Но врача, по словам женщины, результаты исследования не впечатлили. Резюмировал. Пациентку уже смотрел, все у нее хорошо. Отправил домой ждать приступа аппендицита. От нас буквально 5-3 минуты ходьбы, наверное, до дома. Мы доехали на машине, когда начали подниматься, мы живем на пятом этаже, ей стало плохо. Она побелела, у нее появилась испарина. И вот здесь я поняла, что что-то происходит не то, что я здесь, по-моему, никакой правды не найду. Я позвонила, первое, что мне пришло в голову, я позвонила в Академию здоровья. Нам сказали, срочно приезжайте. Муж, значит, в 3 часа дня, в этот же день, получается, дочку повез. Они, значит, ехали вместо положенных 4-5 часов, они ехали буквально часов 9, наверное. В частной клинике диагноз подтвердился. Девушку срочно прооперировали. Только вот заплатить за это пришлось 50 тысяч рублей. После приезда в Сретенск Марина обратилась за разъяснениями и главврачу Сретенской больницы, и в Краевое министерство здравоохранения. В ответ получили только сухие отписки. Еще одна наша гостья, Ольга Ивановна, депутат районного совета, живет в районе более 50 лет. Рассказывает, раньше врачей было достаточно, но за последние два года больница лишилась гинекологического и хирургического отделений. Сейчас под угрозой и терапевтическое. Сейчас у нас в Сретенске одно единственное отделение терапевтическое. Ну, в принципе, людей это устраивает. Было еще у нас отделение хирургическое и гинекологическое. Это в отдельном было здании. Его закрывают, причем обещают, что сделают капитальный ремонт и откроют. Естественно, этого не сделали. В итоге у нас осталось одно терапевтическое отделение. Какое-то вот такое постоянное давление убрать, убрать, убрать эту больницу. Нельзя так. Если вот этим законом люди могут выбрать не только больницу, но и доктора. А у нас, оказывается, закон не писан. Все должны в какой и с какой. Все в Академию здоровья изредка. В основном всем советуют в Академию здоровья. Кто советует? Так они сами советуют. Врачи? Ну, какую вещь, наверное, на стороне Академии здоровья. И все у них хорошо, и все замечательно. Так нельзя, ребята. Жители Сретенского отчаяния. Им не нужно шикарных клиник с современным и дорогим оборудованием. Они просят не лишить их последнего. Продолжение сюжета смотрите в ближайших выпусках. Гуля Алхасова, Евгений Погорелый, ЗАП-ТВ. Позади яркий, незабываемый, полный эмоций кастинг в реалити-шоу «Бьюти Команда». Жюри остановило свой выбор на 21-м участнике, знакомство с которыми состоится уже совсем скоро. Фотографы, стилисты, визажисты и модели покорили экспертов во время кастинга своим стилем работы и уровнем профессионализма. Команды определились путем жеребьевки. Атмосфера царит творческая. Собралась огромная команда талантливых людей, творческих людей, которые любят то, чем они занимаются. Главное, что я хотела бы пожелать, это взять от этого проекта максимум полезного. Взять много опыта для себя, много новых знаний. И желаю, чтобы те стрессовые ситуации, которые этот проект будет создавать, пошли на пользу ребятам и помогли им развиться, стать лучше и победить. Впереди ребят ожидают 7 недель насыщенной и очень творческой совместной работы. Самое главное – успеть раскрыть все свои таланты, проявить креативность и стать незабываемым участником проекта. Ведь конкуренция очень серьезная. Когда я пришла сюда сегодня, я увидела очень несколько, не очень много, у нас всего 7 моделей, а несколько девушек, которые очень достойны. Прямо очень достойны. И, как говорится, молодежь наступает на пятки. Ты чувствуешь конкуренцию? Да. И это, наоборот, очень классно. Это стимулирует. Да, потому что без конкуренции, ну, это не классно работать, ты же не хочешь. А тут очень крутая конкуренция, прям такая. Поэтому есть над чем работать. С самого начала реалити-шоу стартовалось интриги. Отсутствие одного из победителей кастинга на жеребьевке станет сюрпризом для сформированной команды. Мистер или миссис Икс присоединится к бьюти-команде уже 6 октября. Последние участники жеребьевки решили – они будут темными лошадками этого проекта. Ведь сама судьба их объединила. Наша судьба сама решила за нас, что мы вот вместе. Вообще, я пришла последней из моделей. И сейчас последняя выбралась из моделей. В общем, ну и последняя уйду с проекта. Вот, победитель. Но скажите, ребята, довольны ли вы результатами жеребьевки? Да, однозначно довольны. Да. Только что вы говорили совершенно другое. Ну, камеру. На камеру надо говорить. Будем говорить правду. Что же ожидает участников проекта и телезрителей? Узнаем совсем скоро. 6 октября состоится долгожданное знакомство. Премьера проекта каждую субботу в 19.00. На телеканале ТНТ Чита в 20.30 на ЗАП-ТВ. Наталья Протаковская, Ирина Петрова, ЗАП-ТВ. Совсем скоро низкие температуры придут и в наш город. Чтобы зима не казалась такой холодной, в гардеробе каждой женщины должно быть что-то мягкое и пушистое. И совсем не важно, что это будет – практичный мутон или невесомый шелк-норки. Красивая, стильная, а главное – теплая шубка из натурального меха. Любая дама сможет подобрать модель по своему вкусу, достатку и предпочтению. Идеальное силуэтное решение – безупречная посадка, прямой или расклешенный крой. В таком изделии вы всегда будете выглядеть элегантно. Черные, коричневые, белые или серые – возможно, ваш взгляд остановится на более экстравагантной модели. Песец, норка, чернобурка, разнообразие ярких дизайнерских решений, монохромные цвета. И вдобавок не менее комфортная цена. Современные и классические тенденции с ориентацией на разные возрастные категории. Хотите сделать выгодное приобретение – шуба – важная инвестиция в красоту. Сейчас самое удачное время. Уже сегодня есть уникальная возможность купить новую шубу и при этом здорово сэкономить. Сеть магазинов Кировской фабрики «Северина» предоставляет грандиозные скидки до 50% на шубы и головные уборы. Рассрочка без переплаты на три года. Внимательные консультанты подберут модель, подходящую по стилю именно вам. Только со 2 по 7 октября торговый центр «Гранд-Сити» будьте на 8А, второй этаж. Из тысячи шикарных, стильных и теплых шуб от Кировской фабрики «Северина» вы точно найдете ту, о которой мечтали. Юлия Сидельникова, Ирина Петрова, ЗАПТВ. Уже на протяжении 40 лет талантливый музыкант, автор песен и основатель групп «Карнавала Динамик» радует своими композициями миллионы поклонников. Песни, исполненные еще на закате 20 века, до сих пор находят своих слушателей и сейчас пользуются большой популярностью. Помимо карьеры в Советском Союзе, музыкант и исполнитель популярных песен какое-то время занимался творчеством в Калифорнии, где записал два англоязычных альбома. После возвращения на родину Владимир Кузьмин покорял фанатов хитами «Сибирские морозы», «Сказка в моей жизни», «Когда меня ты позовешь». И совсем скоро народный артист России посетит славный город Читу, где выступит со своим юбилейным концертом. Привет, Чита! Я Владимир Кузьмин. Дорогие зрители, приходите на наш концерт. Я и группа «Динамик» будем для вас играть свои самые лучшие песни, все вживую, как всегда, весело и круто. Скоротать вечер на концерте четинцы и гости города смогут 8 октября. Ценители душевных и красивых песен ждут два часа эйфории от прекрасного исполнения композиций. Приобрести билеты можно уже сейчас в кассах города или же заказать на сайте СИП-касса. Также билеты разыгрываются на радиостанциях «Авторадио Чита» «Волна 105,2 FM» и «Ретро-ФМ Чита» «Волна 101,1 FM». Информационным партнером является Завайкальская медиагруппа. Спешите купить себе билет и впечатление от выступления Владимира Кузьмина и группы «Динамик» не будет покидать вас еще долгое время. Виктор Соловьев, ЗАП-ТВ Отбросьте в сторону глянцевые журналы и книги про семейное счастье. Вернусь в отношения «Огонь» и «Рожечь домашний очаг пламенем любви» вам поможет только один рецепт. Возьмите кружево, итальянское качество, изящные аксессуары и афродизиак готов. Подавайте любимому на завтрак, обед и ужин. Это не просто безумно красиво. Дизайнеры мирового бренда сделали ставку еще и на качество изделий. Элитные кружева тонкие, как крылья бабочки, соблазнительный шелк, согревающий в прохладе офиса и освежающий в жару. Все модели на любой случай жизни, под вечернее платье с глубоким декольте или с открытой спиной, базовые изделия на каждый день. А вот изысканные сорочки и боди уже на особый случай, возможно именно тот, который и изменит все. А это не просто пижама. Добавьте к костюму лодочки и вуаля, вечерний образ готов. А в бюстгальтере, названном в честь Сары Джессики Паркер, вы точно будете звездой. Для этого даже не нужно искать любимую серию и прикасаться к пульту. Пусть эта осень станет особенно яркой и неожиданной с одеждой и бельем от Интимиссими. Сочетайте топы и бюстгальтеры с костюмами и вы создадите свой неповторимый стиль. А такие домашние халаты из ультрамягкой ткани сделают ваши вечера невероятно теплыми и уютными. Все, что представлено на витрине, это лишь 30% из всего, что есть в наличии, так что отзывчивые консультанты точно подберут идеальное белье. А идеальный спутник у вас уже есть. Гуля Алхасова, Ирина Петрова, ЗАП-ТВ Если ты ребенок, то твое лето создано для того, чтобы строить шалаши, качаться на качелях и купаться в речке. Но для шестилетней Тамары Штефан в этом году самого прекрасного времени года не случилось. Лето девочка провела в больницах. Сначала болячка показалась врачам вполне рядовой и совсем не страшной. Мы обращались в больницу к Рослакамиске у нас. И желудок лечили. Желудок, печень, да что лечили. Таблетки, считай, все это вот покупали. Раз в больнице лежала у нас в Краснокамерске и все. А потом съездила к бабушке в деревню напогостить. Вот ехала, он мне глаз правого изгласил. Мне сказали, что в больнице, что так родила я ее. Я говорю, почему я ее так родила-то? Ну и давай снимки все делать. Я отодлилилась, что у меня с опухой, головной мозгом. Ребенок Штефан Тамара поступила в отделение детской онкологии 30 августа 2018 года с диагнозом медулогластома мышечка. Тамара была прооперирована в детской клинической больнице 8 августа 2018 года. Сейчас получает химиотерапию. Операция прошла успешно. Однако маленькая Тамара до сих пор не вернулась в свое обычное состояние. У девочки пропала речь. На шесть дней пролежала в реанимации одна. Сказала, вернется разговор, мы еще соколы ставим. Ну вроде бы начала букву говорить, да мама начала говорить помолеем. А так молчим. Еще недавно девочка готовилась идти в первый класс. Учила алфавит и стихи. Сейчас она вынуждена заново учиться говорить и ходить. Не хочешь говорить? А ходить тяжело? Ножки не хотят себе слушаться? Но мы выздоровеем. Молодец. Сейчас Тамара нуждается в дообследовании и лечении в центре Рогачева. Деньги нужны на анализы, проезд и жизнь в Москве. Чтобы помочь, вы можете отправить сообщение на короткий номер 3434 со словом «Платеж могу». В сообщении укажите сумму, которую вы готовы пожертвовать. 20 сентября Тамаре исполнится 7 лет. И самым дорогим подарком для девочки станет, конечно же, шанс на выздоровление. Наталья Протаковская, Сергей Бумагин. Специально для проекта «Я помогу». Субтитры подогнали Симон.